Ну что, всем привет! Меня зовут Богомолова Ольга, и я продолжаю вести свой дневник беременности на канале Мава Кея Раша. И сегодня я буду рассказывать вам про свою уже 25-ю неделю! Ух! Время идет сумасшедше, летит даже, а не идет. Вроде бы недавно там снимала для вас 12-ю, 13-ю, 14-ю, а тут бах и 25-я. И про нее я вам сегодня рассказываю. Мой малыш размером с небольшую тыкву. Тыква. Небольшая тыква. Вообще, на самом деле, по мне, так нормальная такая тыква, достаточно большая. Весит моя маленькая тыква примерно 700-800 грамм. Рост его составляет примерно 32 сантиметра. Главное событие этой недели – шоппинг! Я решила немножко пошопиться, прикупить не для малыша в этот раз, а для себя вещиц для беременных. Потому что вес прибавляется. Оля прекратила влазить в свои обычные вещи. Особенно это касается нижнего белья. Честно вам признаюсь, все равно первый раз такое. За все три беременности. Первую беременность я даже не меняла нижнее белье свое привычное. Носила то, что у меня было и до. Надобности покупать что-то специально у меня не было абсолютно. А в этот раз что-то происходит, и я пухну на глазах. И не только вес у меня растет нормально так, еще и как-то вот грудь себя ведет как-то по-странному в этот раз. Не как обычно, поэтому я пошла специально покупать себе новое нижнее белье. В старом – честно. Еще я хотела прикупить себе новых пижам. А еще мне пришла смс-ка, что в Мавоке поступила новая коллекция одежды для беременных. Весеннее, летнее. Поэтому я стартанула моментально. Смотрите, как это было. В Мавоке появилась новая весенняя коллекция. Смотрите, какая свежая для беременных. У меня сразу зацепила вот эта вот кофточка. Такой у нее цвет красивый. Она для беременных и для кормящих. Она там с замочками, видите? Сейчас я ее обязательно примерю. Такая она прям по-весеннему. Приятного цвета, свежего. И, кстати, вот это очень классный вариант для беременных, кто ищет, кому необходима классическая белая рубашка хлопковая на животик. Тоже, кстати, с замочками. Шорты летние появились со вставками. Видите? И еще мне, знаете, что понравилось? Джинсы. Белые летние джинсы. С удобной вставкой. Трикотажный такой пояс. Плотная ткань. Прямо на лето самое то, кто будет с пузиком летом ходить. А я, пожалуй, выберу себе пижаму. Здесь тоже новинки. Во-первых, я хочу купить себе сорочку уже в роддом. Вот. Она приглянулась вот такая. Салечка. Или вот такая, смотрите, еще есть с барашками. Барашками. Но мне больше понравилось вот эта, потому что она отрезная. По талии будет такая она смотреться интересней. А с барашками я, пожалуй, возьму себе штанишки пижамные. Я на зиму брала себе тепленький костюмчик. Кто смотрел прошлые выпуски, помнит. Абсолютно вот с такой же высокой вставкой. Удобно. Не представляете, как. Прям кайф. С удовольствием сейчас ношу. И вот возьму, пожалуй, я вот такие вот штанишки на теплые. Время года сейчас как раз-таки. Будет весна, лето. Это хлопковые, тоненькие такие. Замечательно. Штаны беру. Эту сорочку тоже беру. Вот. А, кстати, к штанишкам еще маечка. Смотрите, какая. Насчет футболочки я подумаю. Вот штанишки прям мне на смену тем тепленьким домашнему костюму будет идеальный вариант. И сорочечку. Ротдом мне нужна. Без нее никак. Вот еще, кстати, новые топы появились. Сейчас надо определиться с размером. Мне, наверное, нужен S. И штанишки, и сорочка. Такое все приятное, кстати. Тут еще крылышки такие милые на сорочке. Смотрите. Класс. 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 Размер. Класс. 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 Варим. Класс. Сейчас консультан то мне спросить будет. Где такая кофточка. А, ну что же, я не вижу. Это рядом вот с розовой прямо она висит. Тоже у нее такая полосочка приятная, розовая, и с замочками тоже, надо тоже пометьте. Сегодня я как раз таки принарядилась в свою новую покупку, одну из, такая вот блузка-рубашка. Видео вы уже видели на вешалке эту рубашечку, и вот на себе сейчас я решила вам показать вещь, которую не только сейчас я буду носить, а которую я буду носить и потом во время кормления малыша после родов, и даже потом уже, когда и откормлю, и все на свете, потому что на самом деле универсальная, красивая рубашка, абсолютно базовая вещь любого гардероба, и беременного, и не беременного. Единственное, что здесь вот есть замочки, потом они нам не пригодятся, когда мы прекратим кормить, но они нам долго пригодятся, когда мы будем кормить малыша после. Здесь такие вкладочки-подкладочки, чтобы ничего не светилось лишнего у нас с вами. Это очень удобно, причем удобно тем, что эти замочки, они достаточно длинные, смотрите они докуда. То есть прямо если вам нужно, вы можете прям конкретно так расстегнуть этот замок, покормить малыша своего. Я, например, с первых же дней выхожу с малышом, мы не сидим дома, мы прям сразу, ничего не боясь, выходим, и, конечно же, приходится где-то его кормить. Ну, она реально выглядит прям так стильно, классно и удобненько. И пузанчику удобно, ничего нигде не жмет. Красота. Продается она без ремешка, кстати, ремешок это мой. Можно любой сюда ремешочек, любого цвета, под любой гардероб подойдет. Еще про одну покупку вам сейчас расскажу. Себе уж показывать не буду, потому что это такой интимный момент. Покажу вам на картиночках, на фотографиях. Размер растет, к счастью, в старое белье не помещается ничего. Ничего. Хотела еще купить белье, которое мне пригодится потом во время кормления. Это, естественно, бюстгальтеры для беременных и для кормления. В Мава Кеа есть прекрасные варианты, начиная от самых простых, например, топов хлопковых, трикотажных, очень удобных, красивых. Все бюстгальтеры в Мава Кеа, конечно же, из натуральных материалов. И самое главное, у них, конечно же, отстегивается чашечка для удобства, чтобы, опять же таки, куда бы вы ни пошли, в любой момент покормить можно было малыша. Я купила набор топов трикотажных для дома и для сна. И еще купила очень красивый кружевной набор, тоже из двух бюстгальтеров. Один черненький, второй светленький. Ну, захотелось просто девочка, я же. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Ставьте свои лайки, пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. До следующей недели. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!